закончилась очередная моя тренировочка которая была посвящена сегодня техники ударной и защитной локтями отпахали два с лишним часа настроение гораздо выше среднего ну что народ подтягиваем себя в эфир тема-то очень животрепещущая которая беспокоит меня очень давно тема это вот о чем о том как родители современные воспитывают своих детей что они для них хотят и как они этого добиваются сейчас очень многое поменялось очень многое совсем не так как было в моем детстве сейчас стало намного больше различного рода возможностей где-то может их меньше стало в плане бесплатных секций хотя их в общем то тоже немало вот но возможностей в общем-то стало больше и с одной стороны это очень хорошо с другой стороны может и даже хуже вот тема дуальная поэтому сейчас я попытаюсь раскрыть многие моменты с разных совершенно старого вот смотрите дети родители приводят своих с детей в спортивной секции приходит папашка такой толстопуз или наоборот дефель какой-нибудь дрищеобразный вот и говорит вот привел своего 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 отпрыска и так небрежно похлопывает сына по плечу играет тренеру ну это уважительно или по небратски по-разному бывает в зависимости как человек себя рисует сам в этой жизни да там типа хочу вот мол чтобы из него там человека вырастить надо все-таки спортом заниматься и сам в это время сигаретку чабарит или только что выбросил бычок на улице а своему сыну дома говорит сынок не кури ни в коем случае не пей козлёночком станешь вот и тут же сам нарушает все над установки которые дает своему ребенку ну и как вы думаете что из этого получится сейчас мы с разных сторон рассмотрим эту тему личного примера нету а ведь кто для сына самый должен должен быть уважаемый человек самый важный самый значимый в его жизни отец отец который должен привить ему важнейшие жизненные императивы которым вообще сын будет дальше сам следовать это такие вещи как там честь храбрость умение правильно любить умение содержать семью беречь ее умение воспитывать своих детей воспитывать правильно и что же получается что воспитание ребенок самого своего детства сталкивается с двойственностью отец значит требует от него чтобы сын не пил и не курил и так далее а сам все это делает и пьет и и курит и какими-то другими вещами своими пример не подает например не держит слова то есть обещает сыну пойти там с ним куда-то на какое-то мероприятие сам в угоду тому чтобы пойти с приятелями поиграть в бильярд или выпить пиво в гараже или еще чему-то другому занимается этими вещами а свои приоритеты выстраивая таким образом что сын оказывается не на ту дел и то есть обещание не держится вот в моем детстве как было менять и нас вообще самого детства приучали бухать очень называется гласно или негласно и хотя школа семья боролась с тем и нам везде говорили что пьянству бой там и все такое прочее но ведь мир весь это я не хочу наприкнуть родителей своих они в этом не виноваты виновата ситуация сама реально потому что все было построено в государстве таким образом чтобы привить вот эту культуру культурного питья и такого вот культурного время время препровождения постоянно что-то надо собраться гостям до собираются гости а за чего гости собираются гости собираются пожрать и выпить все без этого раньше компании не вязалась ничего не получалось вот в свою молодость я помню было абсолютно все то же самое то есть мы пытались как-то собираться ехать на шашлык ехать на какое-то мероприятие всегда не отъемлемым атрибутом таких мероприятий является пиво вино и неправильная пища все это самое главное элементы отдых потому что чтобы там ни было рыбалка ли охота не знаю какой нибудь подвижный отдых и даже когда дети берутся на эти мероприятия то все равно без того чтобы пожрать и выпить не обходилось практически никогда это было норма понимаете из самого детства и ребенок привыкает к тому что вот это вот есть правильное культурное времяпрепровождение именно так и нужно себя вести и как вы думаете он будет он вино пить и одну ты или нет да будет он будет своих там это 18 лет или я не знаю о скольких там когда можно по закону пить ждать незнамо как чтобы приобщиться к этим культурным ценностям и реально собраться на день рождения или просто какой-то тусовки реально забухать ждет не дождется чтобы проявить свою взрослость в таком несложном деле как опрокинуть внутрь стакан а почему а потому что у него был такой пример то же самое относительно курение дети курильщиков как правило все курят пытаются подражать своим родителям и понимаете гораздо сложнее подражать хорошим вещам а плохим подражать проще эти трудно подражать для того чтобы подражать каким-то важным ценностям над императивом каким-то важным моральным сам следовать нужно предлагать силы для того чтобы взять в рот эту соску с дымящуюся никаких усилий не надо нужно просто найти отцовскую пачку и вытащить из кармана у него это эти сигареты или денег на стрелять их все и вот ты уже большой ты джеймс бонд практически ну вот менять какая штука получается и так остальные все примеры в 5 а пример может оказываться действием то есть вот я сейчас описал пример когда именно действие до является отрицательным примером а также может и бездействие быть тоже прекрасным примером например отец не занимается спортом не бегает с утра не делает утреннюю гимнастику не ходит в спортивный зал не подтягивается на перекладине и вдруг начинает от ребенка требовать чтобы у того было по физкультуре пятерка то есть учитель виноват у него будет если ребенок спортом заниматься не хочет он просто перевалит ответственность и тот отец который привел своего сына в секцию вроде как бы сделал хорошо молодец какой другой то может и не привел бы и скажет ну и что уж лучше пусть так да лучше пусть так но это хуже чем по-другому хуже чем когда отец своим а примером показывается он берет сына с собой секс берет своего сына бегать на стадион с утра может даже вопреки желанию этого сына до например вот у меня была именно такая ситуация отец таскал меня на стадион когда я маленький был вопреки моему желанию поднимал меня рано в 7 или в 6 часов утра и вел на перекладину но понимаете ребенок очень быстро привыкает ему нравится начинает то что у него начинает хорошо получаться и тогда когда я научился хорошо подтягиваться делать какие-то фигуры на перекладине на брусьях когда я стал замечательно бегать лучше чем свои сверстники пошел сексу атлетики легкой там был одним из первых и все получалось я просто возблагодарил отца что он проявил настойчивость и волю чтобы меня заставлять так работать я своего сына точно также воспитывал и заставлял его везде с собой таскал в итоге сейчас все нормально получается понимаете важно добиться того чтобы у ребенка начало что-то получаться но добиваться это нужно примером если вы чего-то не делаете сами вам очень трудно требовать это от других людей просто с морально этической точки зрения если вам это не трудно то люди прекрасно понимаешь все равно требуете от них того чего не можете или не умеете я не хотите делать сами значит люди будут делать с неохоткой даже если вы заставите их они не примут это как некую как некий побудительный мотив это будет абсолютно бесполезно вот поэтому когда вы воспитываете собственного ребенка вы должны быть примером в том в чем вы чего вы хотите что как от него добиться хотите чтобы он там много читал да не рассказывайте ему о том что вы читали много в детстве что вы к его годам там я в твои годы пахал я в твои годы то и все а сам уже давно не прочитал ни одной из книги книги это из разряда басен даже если он вам поверит то былые заслуги в таких воспитательной работе не считаются но не считаются они они понимаете они могут считаться тогда когда они подкрепляют то что есть когда вы делаете это и сейчас и говорите что я и это уже делал тогда именно поэтому я такой такой начитанный такой над эрудированы такой накачаны или что-то еще то есть есть у вас какие-то реальные достижения вот тогда вы можете действительно быть реальным и смывайте примером своего сына а в итоге если вы отдадите своего ребенка тренеру и делегируете ему полномочия по воспитанию вашего ребенка вы знаете что добьетесь вы добьетесь того что он что-то что тренер станет для него действительно вторым отцом и неизвестно кого он будет уважать больше потому что он будет видеть что у тренера по крайней мере в том что декларирует этот тренер у него слова не расходятся с делом если ребенок он повлечется со спортом которым занимается боксом например твоим конечно дэнер станет авторитетом большим для него потому что в своем а приоритетном жизненном деле чем будет заниматься ваш сын у него будет авторитет а вы в этом не будьте на авторитетом для него вообще никаким абсолютно даже если бы вы просто пошли с ним вместе в секцию бокс вместе даже как новичок и то от этого было бы больше пользы вы бы не потеряли повторить этого сын бы видел бы что вы тоже работаете да тренер лучше так это всегда кто-то лучше потому что для тренер в этом профессионалу и ребенок это поймет что для тренера это жизнь он так работает отец чем-то другим занимается и отец в той сфере лучше но отец то еще и боксом занимается а тренер больше ничем не занимается в итоге как у отец то вроде как и и лучше даже а еще он занимается со мной и и мне есть о чем с ним поговорить он разделяет интерес мой и это же здорово и так абсолютно во всем не хотите чтобы ребенок пил или курил забросьте все эти вещи я хочу сказать что это не абстрактные сам слова я сам через это прошел лично и хочу сказать что я в свое время очень здорово курил учился в мед институте момент институте в те времена курили и выпивали со студенты все потому что нагрузка была просто колоссальная научили целыми ночами анатомию физиологию гистологию латынь и сидели до трех до четырех утра это кофе сигареты кофе сигареты в итоге а вкуривались так что курили по две по три пачки в день вот и конечно становились просто заядлыми курильщиками а еще когда-то хотелось на выходных сам ярославец и поэтому выпивали шли в какие-то студенческие пивнухи где вы ну преимущественно было дешевле поганый пиво и с молодежь сам не засиживалась или на дискотеке и надирались в ума тень там чтобы подраться пили водку с пивом вместе и так далее но когда у меня сам сын родился когда я стал понимать что мой пример для него будет отрицательным то есть он уже все понимает из изображает я бросил и курить и выпивать и ты и в итоге я много-много лет уже не курю вообще абсолютно и не принимаю алкоголь ни в каком виде вообще и у меня дети не помнят даже чтобы папа у них это когда-то курил или что то есть они знают что то было там со слов моих со слов мамы что это когда-то было они видят на старых видео и или на фото с сигаретами меня но они удивляются они не помнят даже что такое вообще было и это уже какая-то типа легенда или шутка что папа просто сигарету в зубах подержал все всего-то навсего и и понимаете вот не не нарушайте свои слова никогда самое самое важное воспитание детей чтобы ваши слова не расходились с делом это раз а второе вы не должны никогда отдавать все только на волю слов вы должны быть обязательно примером примером который вы создаете своими поступками прежде всего поступками чтобы вы не говорили своим детям они будут делать не то что вы говорите им а то они будут а подражать тому что вы делаете это на глубоком биологическом уровне заложено именно подражание вы для них являетесь поведенческим прежде всего примером на уровне слов может понимать уже хорошо сформировавшиеся зрелые личности сам что-то и тогда бывает даже такие это моменты что теоретик может чему-то но там учите а практика и практик с удовольствием будет выслушивать мнение этого теоретика для того чтобы взять его на вооружение и применить его да хотя теоретик может никогда нигде не был там типа это географ который сам нигде не вообще не побывал и не собирается даже побывать но много знает и кого словам стоит самки прислушаться потому что но он обладает каким-то фундаментальными знаниями но это работает только лишь у зрелых людей уже которые пожили которые все прекрасно понимают что касается детей детей важен пример пример и если вы не являетесь для своих детей самих примером или являетесь дурным самих примером то они найдут себе другой пример который больше соответствует их пониманию этой жизни то есть они от вас возьмут все самое худшее а лучшее будут брать на стороне в итоге вы просто потеряете связь вы потеряете связь до иной раз приходится быть достаточно жестким для того чтобы продавить какую-то концепцию но понимаете выйти то вам тем легче будет ее продавить меня в сознании своего ребенка если она действительно правильно если это правильный температив какой-то если вы сами соблюдаете если вы требуете быть от ребенка честно будьте сами честно и дай бог он вас улечит однажды во лжи вы ему потом можете всю жизнь сами рассказывать про то как это правильно говорить все время правду но он уже будет знать что вы не такой и почему он должен отличаться чем-нибудь от вас если вы для него авторитет вы же требуете к себе на уважение вы хотите быть авторитетом для своего ребенка вы и будете но таким каким вы являетесь то есть он возьмет в авторитет себе то что он видит то есть если он видит что отец для него авторитет но отец нечестный человек значит он будет подражать он будет стараться быть похожим на вас выше авторитет но во всех ваших качествах которые есть и в отрицательных в том числе то есть он будет нечестно и не смейте даже требовать от него чего-то другого понимаете вы это сделали не он а вы этого добились целенаправленно вы от него добьетесь что он закурит если вы курить вы можете от него потребовать и жестко потребовать там бросить курить или запретить ему что-то делать там и там его жестко наказать за то что он выпил там пиво не по возрасту и все такое проще но только при одном условии при одном единственном если вы сами этого не делаете а если вы это делаете при нем вас собирается постоянно дома компании людей которые выпивают все это все бесполезно а если вы это делали в детстве и сейчас это не подкрепляете никак то имеется не подкрепляете тем что вы этого не делаете и и и и ребенок это видит то для него это двойная скам так вот удача в кавычках для того чтобы попробовать что-то сам незапретные предположим мои дети знают про то что в молодости я там курил но я могу но это правдаться я могу подвести правильную по это базу мазать мне никто не запрещал и это было реально так или мой отец курил тоже но я то сейчас и не курю я понимаю что это неправильно и мой отец теперь тоже понимает что я молодец мой отец это их не дед понимает что я неправильно делал и он меня только поддержит поэтому ребят да я заблуждался я виноват но вы то не заблуждайтесь я вам всячески примером своим самки показываю что я реально понял что я заблуждался а вам надо учиться на чужих ошибках они совершать сомки свои собственные там где можно без них обойтись до на собственных ошибках учиться надо но только там где можно где нельзя научиться на чужих понимаете зачем мне проверять что топором по ноге будет больно если я это сам знаю на примере другого человека который я видел что он там он отрубился пол ноги и переходит на костылях или этого нет протез зачем мне совершать ошибку такую самому не нужно дайте право совершать ошибку надо право дал право должно быть право это не значит необходимость право совершать одну-то ошибку это право быть не наказанным за нее а сделать из нее вывод ну один раз да потому что дважды одну и ту же совершает ошибку дурак да вот так вот право на эту ошибку это не право совершать ошибки а это право если ошибка совершена быть не наказанным в первый раз и сделать вывод потому что ты мог про это не знать но если ты знаешь про это знаешь что это к тому то приводит на чужом но топать то не обязательно совершать свою собственную если вы это сможете детям доказать и на своем примере показать даже на ну то резательном что это неправильно вас все получится если только вы не подкреплять и свой отрицательный сми пример если вы будете говорить свой ребенку да я в свое время в молодости закурил и вот теперь не могу бросить так ты не кури а тот так же как и я будешь курить всю жизнь и что вы думаете это напугает да не напугает этого вашего ребенка никогда во первых он не поверит в то что настолько трудно бросить курить потому что он прекрасно будет знать что кто-то бросает и то что вы не бросили это ваши проблемы личные это раз а два а почему он должен собственно говоря слушайте вас что курить сам не плохо если вы до сих пор курить не бросили значит для вас для него это будет самый плохо если он вашем возрасте до вашего ну вот что курить будет для вас вы доросли до своего это неплохо но подумают да я хочу быть как отец в такие же годы как он уже авторитет для меня ну и что что я буду делать какое-то не очень хорошее дело курить например тоже не во всем же быть идеальным отец не идеален он классный мужик я хочу быть таким же как он если он курит в 50 лет или в 40 я буду курить всю не убедите никогда только личный пример понимаете вот это важно ну и это же все касается спорта я вот на курение просто перевожу потому что он ну очень какой-то яркий понятно но и спорте то же самое но кто-то скажет мне а я вот спортом вообще никогда не занимался как же мне от своего сына там что не вести что ли в секцию да нет видите просто вы какие-то вещи делайте вместе с ним вот отдали его на секцию бокса ну и замечательно так ладно ребята я спрервусь самое главное откажусь вот поэтому идите в секцию вместе с ними если возможность такая есть или идите в тот же самый клуб он будет заниматься там с тренером а вы в это время будете качаться вы понимаете он будет чувствовать себя приобщенным отец тоже занимается пусть не этим но чем-то другим но он тут рядом он тоже старается он тоже в форме или старается быть в форме в его-то возрасте он старается в он молодец ну а если вы еще и добьетесь результатов каких не будете прямо конкретно примером да для своего ребенка в том ключе что вы в своем возрасте любом в 30 40 50 лет будете прекрасно выглядеть не даже будете иметь какие-то достижения вот тут вы будете примером для него идеальным а всегда можно найти то в чем вы будете неплохи да например в стритворкауте в каком-нибудь или в чем-нибудь еще может вы сохранили остатки растяжки там займитесь в конце концов искусствами 8 боевыми теми же сами пойдите на курсы сама мотобороны или бокса того же сам пойдите с сыном вместе на бокс ну и бейте мешок да может вы не будете там супер классно смотреться до поры до времени понимаете не надо стесняться надо дело делать или вы что думаете что уже все пусть поезд ушел но если вы так реально считаете то поезд для вас ушел точно однозначно совершенно если вы считаете что поезд ушел то забросите ваше воспитание ребенку и отдайте его с ювенильной юстиции они пристроят его куда-нибудь и будет воспитывать его у других родителей которые как ну юстиции посчитает эти родители могут им больше дать я конечно против института этого это юстиции ювенильной это просто беспредел это ужасная вещь ну понимаете но если вы своего ребенка бросаете сами и вы об отчаянии что что вырастет из него рядом с вами если вы не можете дать ему нормальный пример да ничего понимаете ничтожество скорее всего или вы что считаете что вы исполнили свой долг родив ребенка и и на этом все закончилось да его не надо сам геростить до 30 лет и 25 но до до возраста нормального вы должны ему я еще раз повторюсь дать императивы все чтобы он имел все возможности имел волю имел определенные нужные и необходимые качества те которые бы вы хотели видеть но для этого они должны быть у вас но вот это самое самое основное и главное поэтому никогда не поздно начать или никогда не поздно продолжить помните что ваш ребенок это тот кто будет воспитывать ваших внуков если вы конечно человеком ответственны то для вас будет просто а трагично если вы не лучшим способом со воспитаете своего сына и он точно таким же способом потому что другого примера у него нет у него нет другого института семьи кроме тот который привели ему вы он воспитает ему и будет воспитывать своих детей точно также вы будете видеть как это неправильно как как неправильно воспитываются ваши внуки будете видеть некое такое вот это деградант сто потому что со стороны все беднееух будете видеть как он будет их обманывать как он будет им врать как он будет не winner них плохим примером как он будет セ с заставлять их не курть и а сам будет это делать и волос чувства справедливости будет говорить вам о том что он не прав и его даже будете журить но поймите что он делает это так и его вы научили Вот, то есть это имеет очень серьезные отдаленные перспективы А поэтому, друзья мои, давайте ноги в руки И с сегодняшнего дня, с этой доли секунды, кто еще не тренируется, не занимается, не ведет здоровый образ жизни, не бросил курить и все такое прочее Начинайте действовать правильно Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли правильными людьми, меняйте себя в правильную сторону Все хотят изменять других, но никто не хочет изменяться сам, а это неправильно Все вокруг изменится сразу же, как только начнете меняться вы сами И ближайшие ваши... люди вокруг вас, окружение ближайшее ваше, оно будет тоже меняться вместе с вами Особенно те люди, на которых вы имеете большое влияние и для которых являетесь мощными Это ваши дети Все, всем пока, удачи Обязательно прослушайте это видео, может быть, даже не один раз Вот, а я жду вас на своем видеоканале на ютубе, в своих сообществах в социальных сетях Особенно в сообществе кухонный философ, потому что вот данный подкаст из темы подкасты за рулем пойдет именно в это сообщество Во всех социальных сетях ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и на моем мире Вот Ну, а также я скажу, что подписывайтесь на мои сайты в рассылке на проекты Будушин.ру, Будублог.ру, Макевара.ру, Корректура.ру и Докторшилов.ком С вами был Жилов Михаил